В эфире телеканала Карибу служба новостей в студии Олеся Хитагурова. Здравствуйте! Тело четырехлетней Милены, которую искали несколько дней, нашли на городской свалке. Правоохранители задержали подозреваемого. Нагаевская сопка объята огнем, пострадал и частный сектор. Новости из Сочи, как проходит медиафорум ОНФ, рассказала наша коллега Анна Корнетова. Завершается марафон военных песен на телеканале Карибу, в нем приняли участие сотни магаданцев. Пропавшую девочку нашли. Сотрудники правоохранительных органов Колымы ночью с 14 на 15 мая обнаружили тело ребенка на свалке с признаками насильственной смерти. Об этом рассказали на экстренном брифинге в Следственном комитете Магаданской области. Подробности у Виталия Морякова. По информации, полученной от следователей, тело девочки обнаружили на мусорном полигоне со следами удушения. Девочка пределов поселка не покидала. Ее убили в доме рядом, с детской площадкой. По подозрению в убийстве задержан мужчина славянской наружности, гражданин России, 1954 года рождения. Он приезжий, прибыл на Колыму в марте этого года, жил в поселке на съемной квартире. Мужчина ранее судим за убийство. Было установлено, что, к сожалению, малолетняя стала жертвой преступления. Было обнаружено тело малолетней с признаками насильственной смерти предварительно в виде удушения. Мать девочки никоим образом к этому злодеянию не причастна. Следственный комитет благодарит все службы и ведомства, и волонтеров, которые участвовали в поисках ребенка. А также просит в случае исчезновения людей немедленно обращаться в правоохранительные органы. 12 мая из-за позднего заявления в полицию силовики потеряли 4 часа, в которые можно было найти девочку. В данном случае, что послужило, что мы обнаружили и закрыли преступника, нашли тело. И совершены какие-то были действия уже поздно. Только потому, что мама обратилась в волонтеры. Волонтеры не сообщили в правоохранительные органы. Вот это послужило отсрочкой. Мы приехали, и заявление поступило в милицию. Только там с места кто-то приехал, сообщил в полицию уже о том, что продолжается поиск ребенка, его нет. Поиск на реке производился в ходе обработки всех версий пропажи. В четверг состоится суд по определению меры пресечения подозреваемому. Ему будет предъявлено обвинение. По данной статье, виновнику может грозить тюремный срок от 8 до 20 лет или пожизненно. Виталий Моряков, Игорь Радченко, специально для службы новостей. Еще одна печальная новость. Сегодня днем на Нагаевской сопке в Магадане случился пожар. Огонь охватил сотни квадратных метров, загорелись дома в частном секторе. С пламенем боролись десятки пожарных расчетов. На место прибыли 11 единиц техники МЧС, 6 водовозов Галуда, 2 машины лесоохраны, городские и областные спасатели, только сотрудников МЧС, около сотни. Осложняли работу сильные порывы ветра. Также туда отправились машины полиции и скорая помощь. По неподтвержденным данным, есть пострадавшие. Подробности расскажем в итоговом выпуске новостей в пятницу, 17 мая. К другим темам. Если по телевизору постоянно будут крутить Лебединое озеро или Детский утренник, то совсем скоро его перестанут смотреть. Этими словами, 14 мая в Сочи открыли очередной ежегодный медиафорум Общероссийского народного фронта. Магаданскую область на форуме представляет наша коллега, шеф-редактор Карибу Анна Корнетова. По ее словам, представители СМИ поднимают разные темы, обсуждают наболевшие вопросы. Основная мысль, какой будет жизнью россиян, зависит от журналистов. Акулы-пера должны помогать людям, показывая их недовольство и поднимать вопросы, которые волнуют жителей нашей страны. Но ведь именно по такому принципу и работают все те, кто собрался в конференц-зале, передает Анна. Потому что говорят о людях, об их бедах и чаяниях в надежде хоть как-то разрешить проблему и добиться результата. И за эти материалы, завышедшие в эфир, в газете или в интернете, критичные сюжеты из статьи журналистов и блогеров отметили представители ОНФ. 16 мая в завершении форума им вручат заслуженные награды за борьбу, за правду и справедливость. В понедельник мы обещали продолжить тему празднования Дня Победы и рассказать, а самое главное – показать, как прошли торжественные мероприятия в других городах и странах. Своими видео с нами поделились колымчане из разных уголков России, наши коллеги из регионов и соотечественники за рубежом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Завершается марафон военных песен на телеканале «Карибу». В нем приняли участие около тысячи магаданцев. Всем известные композиции исполняли целыми коллективами, классами и группами. Дети и взрослые почтили память тех, кто воевал за жизнь на земле, за мирное небо над головой, кто погиб ради будущих поколений и кто выжил, несмотря ни на что. Именно им, героям Великой Отечественной войны, наследники Победы посвящали свои песни. Песня «Карибу» Сейчас мы подводим итоги марафона и уже в пятницу расскажем о том, какая песня стала фаворитом у колымчан. И, конечно, мы еще не успели выложить в социальных сетях все видео, которые вы нам присылали, но обязательно это сделаем в ближайшее время. Увидеть ролики вы можете на нашей странице в Инстаграм и на Ютубе. Канал «Карибу ТВ», вкладка «Помним, чтим, гордимся». Сейчас вас ждет информация о погоде. Не переключайтесь. 16 мая Магаданя без осадков. Температура днем плюс 9 градусов, ночью до плюс 3. Ветер от 4 до 11 метров в секунду. 650, 500, 450. Продано, продано, продано! На этом у нас все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий, смотрите «Карибу». Скоро будут новости. Воспитывать сложно. Позвонить легко.